Приветствую вас. Проблема, которую вы описываете, кроется, безусловно, в подростковом возрасте вашего ребенка. Там что-то произошло. Либо там была неудачная любовь, либо было, может быть, что-то еще, что-то, о чем вы не знаете, или как-то так. Ну, то есть у девочки пониженная самооценка, неуверенность в себе, может быть, даже мазохизм, какое-то мазохистическое поведение, это совершенно очевидно. И, соответственно, ну, во-первых, нужно с вами разбирать, что произошло. Тогда вот, в 14 лет, когда ей было, что случилось, из-за чего она стала так вот себя вести, и почему вы думали, что, ну, почему вы думали, что будет лучше, чем это связано, что вы так считали и так думали, вот, на кого она поступила учиться, зачем поступила учиться, соответственно, почему бросила учебу, вот, то есть, ну, вот как это вообще, какие у нее переживания на этот счет и так далее. Все это надо бы как-то вот понять, потому что все-таки, ну, четыре года, за четыре года много всего произошло, много всего случилось. Я думаю, что там можно найти причину, по которой вот это все было. Также необходимо проанализировать и ваши отношения с ней, ваши отношения с ней, которые были еще до 14-летнего возраста, то есть, ну, что было, что было тогда. До 14 лет, как вы общались, значит, почему у нее неродной отец, что было с родным отцом, вот, какие отношения с родным отцом, потому что многие дети, они именно вот болезненно реагируют на отсутствие одного из родителей, да, очень понятно, но отец вообще родной, это совсем другая история, и вот тут вот, может быть, и скроется вся проблема, что девочка, она считает себя брошенной или неполноценной из-за того, что нету отца, ну, и так далее. То есть, естественно, нужно разбирать. Вот. Что можно сделать с вас? Ну, во-первых, как вы говорите, вот, что отношения нормальные, да, что это значит? Что такое для вас нормальные отношения вообще в данном случае, в данной ситуации? Второе. Понимаете ли вы, что она уже взрослая, что она уже самостоятельная? Да, она бросила учебу, да, она живет на съемной квартире, но она уже совершеннолетняя. Она, в общем-то, вправе жить так, как она хочет, главное, чтобы не за счет вас. Главное, чтобы не за ваш счет, не на ваши средства. Вот вы говорите, хочется, чтобы она была более собранная, научилась, ну, выучилась, лично жизнь была бы, вот, но вы же понимаете, что это вам хочет, не ей, а вам. А вы говорите о том, значит, что вы понимаете, что есть ваша вина. Вы виноваты, вы ищете виноватых, а виноватых искать не надо. Нужно осознать свои ошибки, увидеть их и поменять свое поведение по отношению к дочери. И тогда у дочери сменится отношение к вам, вместе с этим изменится поведение. Да, не сразу, да, постепенно, но поменяется. То есть, сперва, анализ вашей материнской позиции, сперва, анализ ваших отношений с дочерью, отношений с ее отцом и отчимом, а уже после этого нужно будет вам корректировать свое поведение по отношению к ней. Потому что, видите, вот, вы пока, как бы, транслируете ребенку свои желания, свои потребности, свои какие-то, вот, ну, ценности. А они у нее свои, да? И вот, например, на мой взгляд, вот, как она себя ведет, это признаки депрессии. И если у нее депрессия, то ей нужна помощь. Но для этого она должна вам доверять. А для того, чтобы она вам доверяла, нужно, чтобы вы ее приняли такой, какая она есть. Понимаете? А вы ее, получается, не принимаете. Ну, как бы, вот, говорят, что она должна быть другой, что она должна быть собранной и так далее. Понимаете? Если так подумать, если так вот подумать, если так вдуматься, то вы, ну, понимаете, своим поведением создали свою дочь. Я вас не обвиняю сейчас. Я просто говорю, что у вас была модель поведения, я не знаю какая. Не знаю какая. Это нужно выяснять. И эта модель поведения привела к тому, что эта дочь стала вот такой. То есть ее в подростковом возрасте как раз стала сильно клинить. Вы этого не заметили, вы продолжали относиться к ней так же, и в итоге получилось вот то, что вышло. Поэтому сейчас нужно понимать ее, как другое было относиться с уважением. Значит, пытался дать ей понять ответственность, которую она несет за свою жизнь, за свою судьбу, за свою, как бы, дальнейшую модель поведения, за свои успехи и так далее. И вот, собственно, быть рядом с ней, поддерживать ее во всем. Да, вот то, что она стала выпиваться и курить, это говорит о том, что человек, ну, не может реализоваться в чем-то и бунтует так. Получается, что вы ее где-то в чем-то подавляли. Получается, что вы ее где-то в чем-то давили. Ну, то есть, соответственно, нужно это все выяснять, нужно выяснять, как там было и что. И тогда уже будет, в принципе, понятно, с кем можно помочь. Значит, как влиять на это, я не знаю. Что она качится по наклону. Ну, знаете, повлиять вы не сможете. Чтобы человек сам захотел. Вы можете донести до нее, что вот вы взрослая, Лариса, вы видите в ней взрослую, своей дочери. И, видя в ней взрослую, вы как бы предъявляете к ней требования взрослой. Да. И все. Вот, например, она, допустим, к вам в гости приходит, да, приезжает, вы ей говорите, что, как бы, ну, хорошо, ты можешь одеваться как хочешь, это свое право, да. Вот. Но при этом, значит, например, я не хочу, чтобы от тебя там воняло, да, потому что, ну, мне неприятно. И так далее. Вполне вероятно, что ваша дочь, она... В смысле, действительно, что-то происходит, что-то серьезно. Но если вы ее не примете, если вы ее не расслабите, если вы не вызовете у нее доверие к себе, то она вам ничего не скажет. Ее грубость – это тоже проявление, проявление накопления у нее негатива. Да, накопление у нее какого-то отрицательного заряда энергии. Энергию. Вот. Все это нужно, соответственно, смотреть. Возможно, в плохую компанию попало. Ну, так опять же, если попало в плохую компанию, да, то это же о чем-то говорит. То есть, получается, плохая компания дала ей то, чего не дали вы, например. Вопрос. А почему? Так. Почему вы не дали ей того, что дала ей компания? Какие у нее ценности, что она вот так вот себя ведет? Были ли ценности? Какие ценности у вас? Понимаете? Если говорить нервно, значит, боится чего-то. Боится чего-то. Боится, что вы узнаете про нее, может быть, что-то. И так далее. Вот. Не очень понятно, что вы пишете сегодня, она вышла из дома, да, а так живет на съемной квартире. А откуда вы узнали тогда, что она вышла из дома? Знаете, про чувство стыда, чувство стыда, чувство стыда есть. Просто она считает себя недостойной. Вот знаете, вы говорите, любила наряды, росла красивая девочка, общительный. Вот. Тут, мне кажется, у вас к ней были завышенные ожидания. И это поведение человека, который понял, что ожидания, которые были на него, она не оправдает. И вполне вероятно, что она понимает, что вы разочарованы в ней. И поэтому так с вами разговаривают. Вам нужно учиться сейчас в ней видеть те плюсы, которые есть. Даже если этих плюсов нет совсем или есть, но их немного. Вам нужно показать ей, что вы не разочарованы, вам нужно показать ей, что вы любите, вам нужно показать ей, что она для вас по-прежнему очень важна. Цена тогда. Вот только так можно как-то ситуацию разрулить. То есть вы не сможете повлиять, потому что у нее блок против вас. но если вы будете анализировать свое поведение, как вы себя с ней вели, рассказывать, как вы себя вели, что вы делали, только все искренне, честно, как есть, то можно будет вас скорректировать так, чтобы она с вами почувствовала себя не как соцсо-взрослой, не как натрию, а, как, ну, допустим, допустим, как со взрослой, как можно быть со старшей сестрой или подругой, да, вот так можно будет сделать. И это поможет, это поможет вам наладить диалог. А в диалоге вы уже поймете, что ее гложет, что ее беспокоит. Ей не нравится то, что там все происходит. Это делает от безысходности, это делает от внутренней неразрешенности себе этого. Вот и попробуйте сперва ей разрешить. Для чего, например, она все это делает? Для чего она так себя ведет? Зачем? Чего она хочет? Понимаете, что ей нужно? что для нее ценность сейчас? Подумайте об этом. И постарайтесь одобрить то, что ей нужно. Она знает, что вы не одобряете это, она знает, что вам не нравится то, как она себя ведет. А вы ей, скорее всего, постоянно говорили, должна быть собранной, образованной, личной жизни и так далее. Но, если честно, для личной жизни рановато. Рановато. тут не о мальчиках надо думать, а о работе, о каком-то фундаменте жизни. Тут тоже интересен ваш посыл, ваш посыл, какой он, как вы ребенку доносите своих ценностей. Подумайте об этом. О нас. Вот. Она не слышит о вас, потому что вы ей говорите, что как надо. Но она сама знает, как надо. Тут не нужно говорить, как надо. говорить, чего она хочет и что она может сделать. Как надо, вы уже сказали, она знает сама, как надо. Поэтому она не слышит, потому что она знает, как надо, но не знает, как это сделать. И не может это соединить с тем, чего хочет. Поэтому говорить нужно о том, чего ей не достает. Сейчас. в данный момент временно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удаться. Спасибо.